Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие посвящено сканирующей лазерной конфокальной микроскопии. На примере микроскопа установлен в нашем ресурсном центре Leica SP-5. Общий вид микроскопа вы можете здесь видеть. И понятно, что любой конфокальный микроскоп это всего лишь такая добавка к обычному оптическому микроскопу. В данном случае этот комплекс собран на основе инвертированного микроскопа Leica DMI-6000B. Как видите, мы с таким микроскопом на предыдущих практических занятиях уже своим были знакомы, хотя есть и некоторые отличия. Во-первых, здесь столик немножечко другой, более точный с позиционированием. На заднем плане этого микроскопа видна ответная часть от инкубатора, потому что этот микроскоп предназначен в том числе и для работы с живыми клеточными культурами. Ну и вторая часть инкубатора надевается сверху. И самая важная часть, сканирующая головка, лежит на вот этом оптическом столе, на котором весь микроскоп собран с его левой стороны. Давайте посмотрим на этот микроскоп по его отдельным частям. Оптический микроскоп. Обратите внимание на виброизоляционный стол. Так как микроскоп у нас, к сожалению, установлен не на первом этаже, как было бы идеально, то наличие такого антивибрационного стола обязательно. Сканирующая головка, в которой размещены все оптические элементы, система сканирования, детекторы. Внизу под столом находится блок электроники, лазеры и другая управляющая электроника. Выключателей на этом микроскопе несколько и просьба обратить внимание. Первый выключатель это включение-выключение компьютера и самого микроскопа. Второй выключатель это питание на сканирующую головку. И последний выключатель, будьте внимательны, выключает лазера. Дело в том, что некоторым газовым лазерам необходимо некоторое время на то, чтобы они могли остыть, прежде чем их можно будет безопасно выключить. Поэтому просьба к этой кнопке быть очень внимательными. Также дальше здесь ключик для того, чтобы можно было заблокировать случайное включение лазеров, например, во время обслуживания микроскопа. Управляющий компьютер, под ним блок бесперебойного питания. И помимо клавиатуры для удобства использования микроскопа здесь же находится вот такой вот блок для управления. Отдельные клавиши и отдельные рукоятки вы сможете переназначить. И поэтому для разных микроскопов может быть немножко разные функции, но это очень удобно, чтобы не искать эти функции мышкой в самом по себе интерфейсе программы. Блок металл-галогенидной лампы для флюоресцентного режима работы. Блок, состоящий из двух частей, верхняя синяя, это поддержание температуры в большом инкубаторе, нижняя красная, это поддержание температуры и газового состава в нижнем маленьком инкубаторе, в котором будут уже находиться ваши образцы. Данный блок может регулировать не только содержание углекислого газа, но и содержание кислорода, уменьшая его до необходимых значений. Ну и понятно, для работы с живыми клеточными культурами на микроскоп придется одеть ответную часть инкубатора, часть которой видна на столе самой крайней правой части кадра. Как видите, сканирующая головка, которую мы сейчас с вами видим, подключена к порту микроскопа, куда обычно ставятся камеры. Ну и с точки зрения сканирующей головки, микроскоп это просто некий такой набор линз. С точки зрения микроскопа, сканирующая головка это, ну скажем так, некая интересная камера с собственным осветителем, который к микроскопу подключается. Понятно, что сканирующая головка может быть установлена на разные микроскопы, в том числе и на прямые. Давайте обратим внимание отдельно на столик. Здесь помимо самого по себе столика, который позволяет двигать препарат в плоскости XY, присутствует еще так называемая гальваническая вставка. Вот эта вот черненькая часть, на которой находится препарат-одержатель, она позволяет очень быстро перемещать ваш препарат по Z, вверх-вниз. Это необходимо для некоторых режимов сканирования, например, режимы сканирования XZ или YZ, либо XZY, когда вы сканируете в основном по глубине препарата. А второе, на что стоит обратить внимание, это так же, как при работе с предыдущим инвертированным микроскопом, нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не задеть препарат-одержателем объектив и не повредить его переднюю линзу или его держатель. Поэтому будьте аккуратны и прежде чем устанавливать препарат, или прежде чем разрешать столику двигаться, убедитесь, что объектив отведен вниз, и он не будет задевать за препарат-одержатель. Давайте теперь запустим программное обеспечение. Нам нужно будет выбрать программку LAS-AF, стрелочкой отмеченное положение на рабочем столе. Появится вот такое диалоговое окно при запуске, у которого есть один пункт, позволяющий нам выбрать два режима работы этого микроскопа. Либо режим с обычным гальваническим сканером, это тот режим, с которым мы в основном работаем, либо возможность включить так называемый резонансный сканер. По резонансному сканеру у нас будет отдельное следующее практическое занятие, пока нам эта галочка должна оставаться пустой. Нажимаем ОК, ждем пока микроскоп будет загружаться. Для удобства я теперь буду показывать два экрана микроскопа в таком виде. На большом основном экране будут все элементы управления микроскопом. На маленьком экране справа будет показано то, что мы будем получать, какие данные, какие картины у нас будут получаться. При загрузке программы может появиться вот такое окошко, предлагающее вам инициализировать столик. И здесь нужно быть аккуратным. Если вы хотите снимать панорамы, то вам нужно действительно сделать клипровку стола, нажав здесь кнопочку «Да». Но прежде чем на нее нажать, нужно убедиться, что и объектив, и конденсор у вас достаточно сильно отведены от столика, и при его движении вы не повредите ни один из этих элементов. Так как мы будем на этом практическом занятии снимать панорамы, нам придется нажать кнопочку «Да». Но если у вас уже препарат установлен, если вы не собираетесь работать с панорамами, вы можете здесь сказать «Нет», и тогда микроскоп при загрузке не будет двигаться столиком, то есть ваш препарат останется в том же самом положении, в котором он у вас был установлен. Как видите, при инициализации столик двигается по обоим осям от края до края, и, естественно, если у вас вдруг объектив или конденсор опущен достаточно низко, он может их задеть, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Так как конфокальная микроскопия предъявляет особые требования для объективов и других оптических элементов микроскопа, то давайте начнем наше знакомство с того, чтобы посмотрим, какие объективы у нас доступны на нашем микроскопе. Первый объектив, который будет использоваться достаточно часто, это 64-кратный объектив числовой апертуры 1.3. Это объектив с глицериновой иммерсией. Так как большинство флюзенных препаратов заключены также в глицерин, этот объектив позволяет без значительной сферической операции смотреть такие толстые препараты достаточно глубоко, но где-нибудь сюда микрон, в принципе, можно пользоваться. Также обратите внимание, на этом объективе есть коррекция на толщину покровного стекла, либо на концентрацию глицерина. Здесь вот с одной стороны написано 0.14, сейчас видно, да, если тонкое покровное стекло используем, и глиц-, соответственно, уменьшение концентрации глицерина. С другой стороны будет увеличение и глиц-. Кроме того, этот объектив скорректирован для работы в том числе и при повышенной температуре при 27 градусах. Следующий объектив, который у нас установлен, это 100-кратный объектив с масляной иммерсией с очень высокой числовой апертурой. Здесь числовая апертура равна 1.47. Обратите внимание, несмотря на масляную иммерсию, здесь также имеется коррекция на толщину покровного стекла. И если вы будете с этим объективом работать, то прежде чем его вставить, проверьте, какая коррекция здесь стоит. Стандартные покровные стекла, как мы уже говорили, которые нам лучше всего использовать, это 0.17 мм. И, как видите, сейчас коррекционный поясок установлен не в такое положение, а в положение гораздо маленькое, более маленькое. Поэтому давайте вернем это в положение где-нибудь 0.17. Мы могли дальше работать уже на этом объективе. Объектив следующий здесь может использоваться только для каких-то обзорных целей. Это 5-кратный объектив. Как видите, у него невысокая числовая апертура 0.15, поэтому для работы в конфокальном режиме он совершенно не пригоден. Толщина среза будет слишком большая. И, в принципе, понятно, что основное преимущество нашего конфокального микроскопа это возможность издавления оптических срезов. Ну, а здесь толщина среза и толщина оптического среза будут примерно равными. Поэтому это только для поиска каких-то частей на вашем препарате. Следующий объектив. Десятикратный. Посмотрите, этот объектив с очень высокой числовой апертурой для такого объектива с малым увеличением. И десятикратный. У него числовая апертура 0.4. Следующий объектив тоже часто будет использоваться. Объектив двадцатикратный с числовой апертурой 0.7. Для двадцатикрат это достаточно много. И это так называемый мультииммерсионный объектив, который может использоваться с несколькими вариантами иммерсии. С водой, маслом и глицерином. Естественно, при переходе с одной иммерсии на другую необходимо использовать коррекционного пояска. И также необходимо перед этим объектив, переднюю линзу протереть, чтобы не было остатков предыдущей иммерсии. Ну и как мы чистим объектив, мы уже видели в этом занятии. Я еще раз это покажу. Обратите внимание на коррекционное колечко. Вот видите, масло, глицерин. Соответственно, возможность переключать между этими двумя вариантами иммерсии. Последний объектив, которым мы будем сегодня тоже пользоваться. Объектив с сорокократным увеличением, с весьма хорошей числовой апертурой 1,3 и с масляной иммерсией. Этот объектив рассчитан на покровное стекло 0,17 мм. У него нет никакой коррекции, поэтому нужно использовать этот объектив со входящим в покровное стекло. Объектив, который мы уже с вами только что смотрели, да? 63, правда, глицерин. Давайте посмотрим на переднюю часть микроскопа. Она аналогична той, которую мы видели на микроскопе DMI-6000B. Две группы по три кнопки, возможность переключения между фрезентными кубиками. Другая группа из двух кнопок справа, возможность переключения дополнительного увеличения. Здесь линзы дополнительного увеличения не установлены, поэтому эти кнопки не нужны. С левой стороны две кнопки, это возможность переключения либо на камеру, либо на глаза. Но так как на этом микроскопе не установлена камера, установлена только сканирующая насадка, то эти кнопки нам тоже не нужны. Переключаться в сканирующий режим мы будем из программного обеспечения микроскопа. А вот самая важная кнопка при работе с флюицентным режимом, это, конечно же, шторка. С правой стороны микроскопа, аналогично DMI-6000, у нас есть кнопки Z вверх, Z вниз и Z, необходимые для того, чтобы можно было объективы поднимать или опускать. Напомню, что в инвертированном микроскопе столик по Z закреплен неподвижно, и здесь двигаются вверх-вниз держатель объективов. Также у нас совмещенный микро-макро-винт, и обратите внимание, внизу вот кнопочка, которую я сейчас показываю, это переключатель между макро- и микровинтом. То есть нажимаете его, машина переходит в режим макро-винта, нажимаете еще раз, машина переходит в режим микро-винта, и один и тот же, одна и та же рукоятка будет у вас в зависимости от положения этой кнопки, либо макро-либо микро-винтом. Две кнопки наверху – это кнопки смены объективов. Так как этот микроскоп моторизован, то желательно объективы переключать не вручную, а либо через программ обеспечения, либо при помощи этих двух кнопок. А также переключение этими двумя кнопками не позволит вам случайно переключиться с безиммерсионного объектива на иммерсионный или наоборот, для того, чтобы случайно их не запачкать. Так как перед конфокальным режимом нам нужно будет посмотреть на наши препараты в режиме проходящего света и, возможно, в режиме флуоресценции, здесь установлены кубики. Можем точно так же вынуть держатель инвестиционной пластинки и посмотреть здесь вот установлены кубики. Так как здесь препаратоводитель у нас моторизованный, то для его перемещения используется вот такой вот пультик, называется он Smart Move. Верхняя и нижняя части – это, соответственно, X и Y. Столик, кнопки, которые на нем могут быть перепрограммированы, у нас они запрограммированы на переключение между плавной и грубой подачей. Верхняя кнопочка – X, Y, Precise, позволяет вам перемещать столик на очень небольшие расстояния, очень точно. Нижняя – X, Y, Fast, позволяет вам быстро двигать столик. С другой стороны, такие же кнопки для наведения на фокус, тоже макро и микро, условно говоря, винт. И вот последняя ручка, которая здесь есть – это ручка фокусировки, которая дублирует такую же ручку на микроскопе. В верхней части мы также можем с вами менять положение конденсора. И хотя для работы в флюисентном режиме и в конфокальном режиме нам конденсор, в принципе, не нужен, но если мы будем использовать детектор проходящего света, конденсор как раз будет собирать этот свет. И поэтому, в принципе, конечно же, для получения хорошей картинки на детекторе проходящего света нам понадобится настроить микроскоп по келлеру. Если вы не пользуетесь детектором проходящего света, такая настройка вам не нужна. Еще раз обращаю внимание на то, что при движении столика нужно быть очень аккуратным, чтобы не задеть объектив препаратодержателем. И обратите внимание, здесь на столике, кроме самого столика, есть вот такая черненькая вставочка. Как мы уже говорили, это гальво-столик, с ним нужно быть очень аккуратным, на него нельзя прилагать слишком большие усилия. Лампа металлголидная такая же, как на предыдущем микроскопе. И то, что я хотел напомнить, это вот эта кнопочка шторки. Если вы долго не работаете с лампой или вы снимаете в конфокальном режиме, то лучше использовать шторку вот здесь, а не на микроскопе. Почему? Потому что вот эта лампа идет в световод. Если вы используете шторку на микроскопе, действительно, на препарат у вас свет не поступает, но этот свет идет через световод. И световод со временем портится. Если же вы закроете шторку здесь, то через световод свет идти не будет, его хватит на более долгое время использования. Давайте включим лампу, нам понадобится она для просмотра препаратов. Так видите, зажглась быстро, все нормально. Время у лампы еще не вышло. Ну и можем отрегулировать сразу яркость. Я бы поставил на небольшую яркость вначале, потому что препараты у нас хорошо покрашены, хорошо светятся, чтобы их лишний раз не выжигать. Начнем с установки препарата. Микроскоп инвертированный препарат мы ставим с вами покровным стеклом вниз. Препарат-одержатель поставим на размер стекла. И вот таким образом препарат должны будем поставить. Так как мы собираемся работать в конфокальном режиме, то толщина среза оптического у нас будет очень сильно зависеть от числовой апертуры. И смысл работать на конфокальном микроскопе на пятом объективе числовой апертуры 0.1 у нас в принципе отсутствует. Так как это монослой клеток, все равно сможем сделать только один оптический срез. Поэтому будем использовать объектив с высокой числовой апертурой, 40-й сейчас и 100-й. И это у нас, если помните, иммерсионные объективы с масляной иммерсией. Давайте нанесем вначале масло иммерсионное на объектив. Напомню, что при нанесении масла нужно на инвертирный микроскоп нанесить его очень мало. Капля не должна стекать. И мы не имеем права дотрагиваться этой лопаткой до линзы. То есть дотрагиваться только капелькой. Теперь ставим препарат. Естественно, покровим стеклом вниз. И нажимаем кнопочку подъема объективов. Вот то самое Z вверх. Как видите, здесь Z настроен правильно. У нас сразу же иммерсионная капелька растеклась между передней линзой объектива и покровным стеклышком. То есть мы можем приступать теперь к микроскопированию. Понятно, что сразу же переходить в конфокальный режим особого смысла нет. Потому что мы в конфокальном режиме будем видеть только то, что находится точно в фокусе нашего микроскопа. Понятно, что если мы будем двигаться вверх-вниз, мы явно не сможем сразу же на фокус попасть. И представьте, что толщина среза на данном объективе у вас будет, например, около микрона. А толщина вашего покровного стекла это 170 микрон. И искать теперь фокус в таком режиме неудобно. Поэтому прежде чем работать в конфокальном режиме, мы в обычном проходящем свете или в флюцентном режиме находим интересующий нас участок, наводимся на фокус. Для удобства работы я переключу микроскоп в режим дифференционно-интерференционного контраста, чтобы не было клетки нашей гораздо лучше видно. наведусь на фокус. Ну и сейчас мы попробуем найти какое-нибудь более-менее интересное место, где клеток побольше. Давайте посмотрим на них же еще в флюцентном режиме. Видите, они не очень хорошо светятся. Попробуем найти другой участок. Вот здесь у нас клетки гораздо лучше окрашены. Давайте проверим их на другие флорохромы. Здесь кроме 488-й алекса зелененькой, также есть еще 568-я красненькая. И также есть DAPI, то есть должны увидеть ядра. Да, все три канала видим. У нас наши клетки находятся в фокусе микроскопа. Мы можем переходить теперь в конфокальный режим. Напомню, что нам лучше закрыть сейчас шторку на лампе, чтобы не портить световод. Ну и все дальнейшие действия с препаратом у нас будут происходить уже за компьютером. Так как микроскоп у нас моторизованный, то все остальное мы можем делать из программного обеспечения. Как видите, вкладка лазеров у нас сейчас неактивная, серенькая. И прежде чем начинать работу, нам нужно будет с вами включить лазер на микроскопе, который нам потребуется. Переходим в конфигурацию, переходим в меню лазера. И включим, прежде всего, газовый аргон-ионный лазер. Здесь поставим галочку. И здесь поставим 30%. Больше нам не нужно. И желательно ставить именно это число. Аргонный лазер включается, видите, медленно. Дальше у нас есть еще два флорохрома, для которых нам понадобятся дополнительные лазеры. Это ДАПИ. Нам понадобится 405-й лазер. И 568-й Алекса. Заодно включим еще 633-й лазер, чтобы посмотреть на сенсу препарата в этом режиме. Позволю себе вкратце напомнить схему конфокального микроскопа. В данном случае, конечно, приведен микроскоп следующего поколения SP8, но общие черты остаются у этих микроскопов одинаковыми. Итак, у нас есть источник света. В данном случае лазер. Может быть установлено несколько различных лазеров. И, соответственно, в разных местах они могут в нашу оптическую систему попадать. Но после того, как наш лазер по доволокну чаще всего попадает в наш микроскоп, перед ним стоит небольшая пентхол диафрагма. Это пентхол диафрагма осветителя, который позволяет нам освещать на препарате только одну точку, не весь препарат. Дальше у нас есть либо дихроичное зеркало, которое будет отражать длину волны лазер, но пропускать остальные длины волн. Либо акустооптический делитель луча, АОБС. В принципе, можно его считать таким перенастраиваемым дихроичным зеркалом. Дальше идем вниз, следуя за пучком света от нашего лазера. У нас есть зеркала сканирующей системы, которые позволяют изменять угол, под которым этот луч движется. И тем самым мы можем подавать этот луч под разными углами на заднюю апертуру объектива. Ну а это будет означать, особенно если мы его сделаем клеммированным пучком лучей, то что мы можем теперь передвигать этот лучик по нашему препарату. То есть сканировать по плоскости Х и У. У данного микроскопа два отдельных зеркала для сканирования по Х. И это может быть либо обычный гальванический сканер для медленного точного сканирования, либо резонансный сканер для быстрого сканирования, о котором мы поговорим чуть позже на следующем занятии. Дальше здесь есть согласующая линза, небольшое устройство, которое позволяет поворачивать поле сканирования. Оно не всегда присутствует, но в данном микроскопе есть. И после этого наш пучок света, уже коллимированный по определенному углу, попадает на заднюю апертуру объектива. Объектив фокусирует этот свет в какую-то точку на нашем препарате. Там происходит флуоресценция. И дальше давайте проследим путь света, который возникает после флуоресцентного преобразования. Он будет проходить точно по тому же пути и обратно, потому что скорость даже резонансного сканера, скорость, в которой зеркала передвигаются, конечно же, не сопоставима со скоростью света. И для света эта система будет сканирующей в направлении к объективу и десканирующей в обратном направлении. Свет после флуоресценции у нас имеет другую длину волны, поэтому он пройдет через все диахроничные зеркала, через акустооптический делитель луча и попадет, посмотрите, под номером 19 здесь, на пинхол, размер которого может регулироваться. Данная плоскость, в которой установлен пинхол, это полевая плоскость. Она софокусна с нашим препаратом. То есть получается, что мы теперь из нашего препарата вырезаем только одну точку, как будто бы у нас была полностью закрыта полевая диафрагма, и, собственно говоря, этот элемент и позволяет нам делать оптический срез, видеть только ту точку, которая находится точно в фокусе, а все, что выше и ниже, будет с гораздо меньшей яркостью попадать дальше на наш детектор. После этого у нас стоит набор детекторов, и перед ней может стоять либо набор светофильтров, либо, как здесь, у фирмы Лейко удалось запатентовать возможность разбиения света в спектр при помощи призмы. Не удивляйтесь, такое тоже возможно. И так как в данном случае у нас свет идет только от одной точки нашего препарата, то мы можем разбить этот лучик в спектр. И дальше у нас перед каждым из наших детекторов, фотоумножителей или гибридные детекторы, стоит набор из двух шторок. Причем шторки здесь зеркальные, и получается, что мы теперь можем из этого спектра вырезать части света, которые нам нужны, определенные длины волн, которые этот детектор будет детектировать, а оставшиеся длины волн отразить на следующие детекторы, где также стоит пар шторок, и мы точно так же можем ограничить часть света, которую мы хотим зарегистрировать, какие именно длины волн нам для регистрации нужны. И дальше. На нашем микроскопе установлено 5 детекторов, то есть мы можем одновременно, при необходимости, если у нас хорошо подобрано, например, хлорохромы, регистрировать 5 каналов. На что еще нужно обратить внимание, это то, что у нас перед каждым лазером стоит акусто-оптически настраиваемый фильтр. И если говорить об инфракрасном, там, конечно, немножечко другой прибор, который называется будет EOM, но не так важно. Это то, что позволяет нам выбирать, какие длины волн мы хотим использовать для возбуждения и с какой яркостью. И последнее, на что нужно обратить внимание, это детектор, находящийся под препаратом. Так как здесь нет конфокальной диафрагмы, то, конечно же, изображение, которое будет фиксировать этот детектор, не будет конфокальным. Но этот детектор сможет нам получить изображение света, которое прошел через препарат, то есть проходящего света, и мы можем его снимать одновременно с нашими каналами флуоресценции. Многие функции этого программобеспечения могут также использоваться с дополнительного пультика, который вы уже видели. Функции этих кнопок можно посмотреть вот здесь, и в принципе мы, при необходимости, можем переназначить. Поэтому некоторые действия, которые я буду делать, не будут видны на экране, но будут меняться только цифрам. Переположение по Z, усиление и смещение детектора и так далее. И давайте настроим наш микроскоп. Здесь у нас лазеры как раз есть. На флорохром, ну давайте, например, возьмем DAPI для начала, первым для настройки. Нам понадобится ультрафиолетовый лазер, здесь 405, на самом деле 403 на метро. Вот эта вот часть, включим его, как видите, дальше у нас показался. Поставим очень небольшую какую-нибудь мощность, потому мы не знаем, как препарат у нас будет к этому относиться. Если что, мы потом всегда сможем ее добавить, если будет слишком много, мы препарат наш можем испортить. Свет от лазера пойдет дальше на Dichroic. Как видите, ОБС здесь сейчас не включен, потому что ультрафиолетовый лазер идет через, собственно, Dichroic. Дальше через объектив, здесь объектив указан на препарат, на препарате у нас придет флуоресценция, обратно наш флуоресцентный свет пойдет, пройдет через Dichroic. И здесь можем настроить с вами детектора. Давайте выберем спектр DAPI, который позволит нам увидеть теперь его прямо на нашем программоспечении. Давайте также включим спектр возбуждения DAPI. Вот он теперь, возбуждение и спускание. Теперь мы можем настроить вот эти шторки перед детектором, так чтобы свет от DAPI у нас приходил. Давайте возьмем третий детектор. Это стандартный фотоумножитель. С ним проще всего будет для начала разбираться. Вот мы с вами поставили на какую-то часть линвол, которые будут на этот детектор у нас теперь приходить. Детектор у нас активный, соответственно, его можно будет включать в запись. Перед тем, как начинать сканирование, выберем какое-то небольшое разрешение, 512 на 512 точек, например. Уберем с вами накопление и усреднение. Ну и включим с вами живой режим. Ну, как видите, при этом у нас картинка осталась черной, потому что мы не настроили с вами наш детектор. У нас усиление равно нулю, ну и смещение равно какому-то значению. Давайте разберемся с настройкой детекторов. Как вы помните, в качестве детекторов в конфокальных микроскопах чаще всего используются фотоэлектронные умножители, хотя сейчас, конечно, появились и другие детекторы, такие как гибридные, где-то лет 10 назад, ну и полупроводниковые, детекторы сейчас фирма Хамаматус начинает выпускать, и в новых микроскопах, в той же самой летке, Stellaris, они уже установлены. Тем не менее, мы сейчас с вами будем работать с фотоэлектронным умножителем, у него есть несколько особенностей. Только небольшой диапазон его работы является линейным. Смотрите на нижний график. По одной оси у нас с вами сигнал, который мы подаем на вход, количество света. Другой оси сигнал, который мы получаем, пример напряжения или ток, который мы можем измерять с нашего фотоэлектронного умножителя. И обратите внимание, что даже когда не подается никакого света на фотоэлектронный умножитель, он регистрирует некоторое количество тока. И при помощи настройки сдвиг или offset нам нужно как раз поставить ноль на этот участок. Дальше у нас есть действительно линейный участок, где какому-то определенному приращению света будет совершенно определенное приращение тока или напряжения, чего мы будем мерить. И дальше при увеличении количества света детектор будет уходить в так называемое насыщение. Он не может больше определенного тока нам выдать. И дальше, сколько бы мы света с вами дальше не давали, насколько бы мы его больше не увеличили, это будет его максимум. Нас, конечно, интересует возможность работать вот на этом режиме и получать данные так, чтобы они не терялись, чтобы у нас не было точек, условно говоря, пересвеченных, где мы уже потеряли данные, мы не знаем, насколько там больше света, чем максимальное значение. И также мы хотим, чтобы у нас не было потерянных данных вот в этом вот участке, где света мало. Для этого у нас с вами есть смещение, это насколько мы сдвигаем ось относительно нуля, чтобы за ноль принять новое значение и этот вот темновой ток не регистрировать. И усиление, это угол наклона этой кривой. Если мы хотим видеть очень небольшой набор яркости, очень тусклые флорохромы, нам нужно усиление делать очень большим, будет очень крутой наклон. Если же у нас на препарате очень большой динамический диапазон, есть очень яркие, очень темные объекты, то нам нужно будет, конечно же, тогда угол наклона этой кривой уменьшать, чтобы все эти объекты оказались вот в этом вот линейном среднем участке. Ну и давайте теперь это сделаем с вами на нашем микроскопе. Вот это вот настройка усиления и смещения. Увеличиваем усиление, вот у нас начинает появляться наша картинка понемножечку. Переключим все в доцвета, чтобы иметь возможность видеть те точки, которые пересвечены синим и те, которые не досвечены зеленым. Настроим теперь на этой плоскости. Перейдем в возможность передвижения по Z при помощи галевана столика. Подвигаемся по Z, пройдем наш препарат насквозь, чтобы увидеть, нет ли у нас где-то мест более ярких или более темных. Чтобы настроиться на самом ярком месте препарата, чтобы нигде у нас не было проблем. И то, что мы с вами видим при такой настройке, сейчас мы сделаем это чуть подробнее. Вот у нас оффсет, слишком большой оффсет, возвращаем на место. Теперь гейн настраиваем еще раз, чтобы было все верно. И обратите внимание, кроме ядер у нас теперь становятся видны немножечко и тела клеток. Как вы помните, у нас там покрашена еще и 488-ой алекс, и она тоже слегка возбуждается на этой длине волны. Поэтому нам придется вернуться обратно и перенастроить кусок спектра, который мы хотим регистрировать. Теперь нам опять пришлось немножко поправить усиление и сдвиг. Как видите, мы настроили. Теперь мы видим с вами только ядра клеток и не видим самих по себе тел, чего и хотели с вами добиться. Настройку детектора мы с вами выполняли при небольшом разрешении, чтобы сканирование было достаточно быстрым. И следующее, что нам нужно настроить, это разрешение сканирования нашего микроскопа. Оптическое разрешение для конфокального микроскопа мы можем с вами получить вот по этим формулам. Здесь переведено только для двух случаев. Для пинхола равного одному диску эре или пинхола равному четверти диска эре. Напомню, что размер пинхола будет влиять сразу же на много показателей. Самое главное из них это, конечно же, разрешение при уменьшении пинхола. Оно будет расти, ну правда, опять же, после пинхола равного единице. На мудиску эре разрешение будет расти уже не очень сильно, и максимальный выигрыш в 1,4 раза. Ну а второе, что важно, будет меняться очень сильная яркость изображения, то есть количество фотонов, которые мы получаем. Тем не менее, сейчас у нас машина использует пинхол размером по 1 диск эре. Мы знаем, что у нас стоит объектив 1,3. У него числовая апертура, как раз 40-кратное увеличение. Длина волны в данном случае это возбуждение. Мы используем 405 нанометров. И мы можем посчитать разрешение по XY. На самом деле машина это сделает за нас. Давайте посмотрим. Откроем вкладочку. И здесь видно разрешение сканирования, скорость сканирования, зум. И вот здесь приведены размеры изображения и размеры точки. Так же толщина среза рассчитанная. И нам нужно, чтобы эти размеры совпадали с нашим разрешением. Вот наш объектив 1,3 масляный. Нам нужно сделать так, чтобы количество точек сканирования было в 2 раза или в 3 раза, если хотим нам делать деконволюцию больше, чем количество наших оптических точек. То есть, чтобы точка сканирования была в 2 раза или в 3 раза меньше. Давайте попробуем этого добиться. Добиться этого можно либо увеличивая количество точек, которые мы будем сканировать, но при этом сканирование будет сильно медленнее и нам придется долго ждать. Либо мы можем взять небольшое количество точек, но в дальнейшем использовать их для сканирования не всего поля зрения, а небольшой части. Вот, например, вот этой. Давайте мы сейчас на нашем препарате отметим ту область, которую мы хотим сканировать. Галочку ZoomIn поставили, выделили область и посмотрите, машина теперь этим же количеством точек, тысячи точек, сканирует вот этот вот участок нашего поля зрения. И теперь можем подобрать Zoom таким образом, чтобы разрешение нашего сканирования позволяло нам сохранить разрешение нашего микроскопа. Вот мы его подобрали. В принципе, нас это устраивает. Опять же, в принципе, можем, если нам этого недостаточно, увеличить количество точек. С разрешением мы с вами разобрались. По x, y у нас теперь оно достаточное. Мы не теряем теперь разрешение оптическое. Но изображение у нас немножечко шумновато. Давайте на него посмотрим. Как видите, много точек, которые чуть ярче, чуть темнее. Давайте вначале сохраним наше изображение. Для этого перейдем в вкладку эксперименты. И у Лейки все это организовано таким образом, что в составе одного большого файла эксперимента может быть несколько сканирований. Чтобы было удобнее, можем внутри их, например, переименовать, написать, что это наш DAPI и сохранить. Я крайне рекомендую при сохранении обязательно задавать дату, когда именно вы это снимали. Потому что в любом случае в лабораторном журнале у вас останется запись, что вы снимали. А иначе будет достаточно сложно разобраться. Давайте сделаем оптическую для практик. Сохраним туда, что мы отсканировали. Неприятная особенность заключается в том, что так как это сохраняется в виде одного файла, если зависит компьютер или выключат свет, что у нас иногда может произойти, конечно, блока беспребойного питания вам на некоторое время хватит. Но я рекомендую после каждого успешного большого сканирования обязательно сохранять ваши результаты. Теперь нам нужно решить проблему, что мы можем использовать усреднение по линиям. То есть каждую линию микроскоп будет сканировать, как мы сейчас поставили, например, 4 раза. Это получается сильно меленький. Но посмотрите, насколько более хорошее изображение у нас получилось. Насколько меньше шума на нем, насколько лучше соотношение сигналов. Те же самые ядра. Ну и теперь увидим. Мы можем использовать накопление по кадрам. Сейчас машина сделает несколько кадров. Первый кадр, как видите, достаточно быстро. Второй будет точно так же быстро. И мы будем видеть уже результаты усреднения. Как видите, шума стало меньше после второго прохода. Третий проход нам еще количество шума уменьшит. Ну и я напомню, что уменьшение количества шума – это корень квадратный из количества кадров, которые вы усреднили. Поэтому, если вы хотите в 10 раз уменьшить количество шума, вам придется аж целых 100 кадров делать. То есть тут есть какие-то разумные границы. Давайте попробуем перенастроить то, что мы сделали, на другой детектор. Возьмем сейчас детектор первый. И скопируем из детектора, который мы использовали, все установки. Смещение, усиление, границу спектра такую же поставим. Цвет даже зададим. И посмотрим, как будут различаться. Теперь снятые ими два изображения. Копируем усиление, чтобы было точно такое же. Это детектор тоже фотоэлектронный умножитель. Но так как им чуть-чуть меньше пользуются, он немножко более сохранный. Посмотрите, картинка здесь немножко ярче. Хотя, казалось бы, два зеркала. Поэтому, если машина старая, смотрите. Возможно, еще установка немножко разных детекторов, разные позиции. И какие-то из них могут быть более чувствительны к синему свету, какие-то более к красному. Поэтому выбор детектора здесь тоже может играть в расчувствительность. Давайте попробуем настроить теперь второй канал. Это наша Alexa 488. Поставим ее спектр испускания и возбуждения. Возьмем на втором детекторе, ну давайте, зеленый цвет для нас. Опять же, мы понимаем, что мы только интенсивности берем. Цвет это для нас, для удобства. Поставим здесь сейчас ту область, которую мы хотим регистрировать. И выберем лазер, который мы хотим использовать для возбуждения. Конечно, можно использовать 488 линию, она очень сильная. Но посмотрите, 488 линия не совсем в максимуме возбуждения 488 лекции. Поэтому 495 лазер здесь в данном случае будет более эффективен. Нам его может понадобиться меньше яркость, соответственно, меньше будет и высветание препарата. А второй фотоумножитель, который мы используем, это так называемый гибридный фотоумножитель. И, как видите, у него не было оффсета, был только гейн. Давайте попробуем этот второй канал снять. Так как у этого детектора нет оффсета, то ноль здесь действительно ноли. Вот этих зеленых точек на этом детекторе можно не пугаться. Давайте настроим на нем теперь усиление соответствующее. У нас не было пересвеченных точек. Это вот так. И точно так же попробуем подобрать, сколько мы хотим сделать усреднений по линиям или по кадрам. Давайте по кадрам посмотрим. Первый проход, второй проход, третий проход. Будем считать, что вот четыре усреднения по кадрам, оно в принципе достаточно хорошо для получения такого изображения. Подробнее нужно остановиться на этих детекторах. Существует как минимум три сейчас наиболее употребимых типа детекторов в конфокальном микроскопе. Это фотоэлектронные умножители, которые могут различаться по материалу фотокатода, за счет чего чувствительность в разных частях спектра у них может различаться. Ну и тогда имеет смысл поставить фотоэлектронный умножитель, который более численно к синему каналу, на который вы чаще снимаете, как раз, например, в той же самой дапе, красному инфракрасному в самый дальний конец, когда вы снимаете техасский красный, 647-му алексу и так далее. И в некоторых микроскопах так и сделано. Кроме фотоумножителей, которые, как мы уже сказали, могут различаться по материалу фотокатода, есть еще как минимум два типа. Это так называемые лавинные фотодиоды. Очень чувствительный детектор, способен зарегистрировать один фотон, но это так называемый счетный детектор. То есть он действительно регистрирует, сколько фотонов на него попал, он их считает. Неприятность этого детектора в том, что после того, как он фотон смог зарегистрировать, у него есть так называемое мертвое время, когда он не способен зарегистрировать следующие приходящие сюда же фотоны. Поэтому детектор способен работать только в условиях очень низкого света. Но, как вы помните, когда у нас очень мало света, у нас в игру вступает ближний или фотонный шум. Поэтому здесь нужно, конечно, отдавать себе отчет, когда использовать такой детектор. Ну и понятно, что мы не можем с ним работать быстро, картинка получается очень шумная, и нам придется делать усреднение таких картинок. С другой стороны, детектор позволяет действительно считать фотоны. У него очень маленький темновой шум. Посмотрите, табличка наверху. Темновой шум для фотоумножителей. В секунду даже охлаждаемый. Это порядка 10 тысяч регистраций событий, которых на самом деле нет. Фотоэлектронный умножитель в этом отношении, конечно, достаточно шумно. Теперь давайте посмотрим на лавинный фотодиод APD, Avalanche Photo Diet. Всего 300 событий, которых на самом деле нет. За секунду он зарегистрирует. Смотрите, насколько меньше. Действительно, если мы, например, за секунду сканируем 512 на 512 точек, перемножаем, понятно, сколько. Только 300 из них будет вот такой ложный сигнал. И есть так называемые гибридные детекторы, где попытались объединить лучше от фотоумножителя и от лавинного фотодиода. У них тоже достаточно низкий темновой шум, хотя и больше, чем у лавинных фотодиодов. И также к лавинной фотодиоды они позволяют считать отдельные фотоны. При этом ширина импульса, который приходит от каждого фотона, очень маленькая, где-то одна на секунду. То есть такой детектор может работать в условиях уже, ну скажем так, умеренного освещения, не только очень низкого. Но у него есть и несколько недостатков. Во-первых, если света приходит слишком много, этот детектор необходимо программобеспечению нашего оборудования отключить, потому что иначе он просто сгорит. Постоянное короткое замыкание между 8p и n-переходом. Посмотрите, разница между ними 8 кВ. И получается, что если вы будете сканировать на этот детектор, и у вас где-то окажется какая-то яркая точка на препарате, в середине сканирования он может у вас отключиться. При запустите его можно только запустив сканирование заново. Поэтому при работе с таким гибридным детектором у вас первый плюс. Вам не нужно настраивать смещение, у вас темновой ток практически отсутствует. Но и большой жирный минус. Вам необходимо пройти весь ваш стек изображения насквозь, чтобы убедиться, что там нет каких-то очень ярких точек. Чтобы детектор во время сканирования у вас не отключился. Ну и сейчас еще есть специальные полупроводниковые детекторы фирмы Havam Vats выпускает. И в новых конфокальных микроскопах они применяются. Их характеристики немножко лучше. Но в этом нашем базовом курсе мы их рассматривать с вами пока не будем. Давайте теперь настроим сканирование по z, чтобы получить наше изображение уже в объеме x, y и z. Поставим здесь чуть-чуть поменьшее разрешение. Конечно мы уже не будем снимать в полном разрешении. Найдем границы в живом режиме верхней и нижней, где мы хотим снимать. Идем вверх. Ну вот здесь клетки еще есть, еще есть. Клеток почти нет. И наверное мы можем снимать где-то вот до этой высоты. к ним тогда, чтобы у нас отметилось. Здесь идем вниз. Тоже ищем теперь самую нижнюю часть, где клетки еще видны. Где-то вот здесь например тоже давайте отметим. И вот объем, который мы хотим с вами просканировать. Машина уже посчитала с учетом длины волны, пенхола и объектива толщину. Можем посмотреть ее в принципе и сами, если необходимо. Формула для подсчета толщины среза у нас есть. Давайте теперь берем немножечко вот здесь вариант сканирования. Это так называемое сканирование в две стороны bidirectional. И нам нужно теперь выровнять смещение между двумя сканированиями, когда луч идет слева направо, а справа налево. Это позволит нам в два раза быстрее сканировать наш объект. Потому что обычно в микроскопе у вас сканируется, когда луч идет в одну сторону, дальше луч гасится, переносится обратно, включаясь в начале строчки. Ну в общем это время затратно. Сканирование в две стороны позволяет вам сократить время, которое мы сейчас включили. Посмотрим, сколько нам нужно будет усреднений. Проверим, что пинхолл у нас равен единичке. И давайте теперь зададим количество срезов, которые мы хотим получить. Мы знаем толщину. Нам нужно срезов взять опять же в два раза больше, чем оптических срезов, чем толщина оптического среза, чтобы не потерять разрешение. Давайте поставим сюда это значение, посчитанное нами. Либо можем нажать кнопочку оптимизировать значение. И можем начать теперь сканирование. Видите, каждый кадр для одного канала у нас проходится несколько раз для усреднения. Ну чтобы пропустить, я в 10 раз ускорю. Перемотаю часть, как видите, получу изображение наших стек. Теперь можем по этому изображению, по этому стеку перемещаться по Z, если хотим его посмотреть. Можно также сделать так называемую максимальную проекцию, когда сложить все эти картинки вместе. Можем цвет изменить, если захотим. Так у нас это была 482-я Олегса, пускай будет зелененькая. В общем, этой обработкой можно уже заниматься и вне конфокального микроскопа. Давайте, чтобы получить лучшее разрешение, перейдем на объектив 100-кратный. И вот, числовая апертура уже 1.47. Это объектив тоже иммерсионный, та же самая масляная иммерсия, которую я сейчас поставлю. И попробуем поработать теперь на этом объективе. Естественно, у этого объектива больше числовая апертура, хотя и больше увеличения, но эта разница компенсируется. Как видите, при тех же самых параметрах картинка у нас получилась ярче. Понятно, что теперь все поле зрения, которое мы снимаем, большим разрешением 512 на 512 точек нам уже не хватит. И мы либо должны увеличивать с вами количество точек, которые мы снимаем, на самом деле и этого не хватает. Значит, можем использовать Zoom, сканировать не всю часть, а только какую-то определенную часть нашего изображения. Например, можем взять нашу клетку, которая нас интересует, и только ее снять и посмотреть, сейчас подойдет ли у нас разрешение. Давайте вместо всего поля зрения возьмем только ее. Теперь настроим по Z, часть которой мы хотим. Еще клетка есть, вот до этого момента поднимемся, и здесь тоже поставим палочку. Считать, что это тот объем, который мы хотим в виде стека уже снять позже. Посмотрим, какой нам нужно шаг сделать. Конечно, у нас больше здесь уже числовая апертура, у нас срез будет тоньше, поэтому мы можем здесь поставить другое число. Давайте снимем этот стек целиком. Чтобы не терять время, я видео промотаю, ускорю. Как видите, мы получаем срез за срезом изображение. Уже сейчас можно видеть, это очевидно, что при таком же примерно размере картинки у нас изображение гораздо более четкое. Разрешение у нас с вами сильно лучше. За большую числовую апертуру. И сейчас мы попробуем точно так же пройтись по Z-стеку и собрать его в максимальную проекцию. Вот набор срезов, который мы получили. Видно, что разрешение здесь выше. Давайте сделаем максимальную проекцию. И вот картинка, которую мы здесь с вами получили. Как видите, она достаточно качественная. Конечно же, здесь можно отрегулировать потом. Давайте теперь поставим DAPI и посмотрим, как мы можем снять теперь этот же препарат. В этом режиме DAPI у нас ядра красят. Опять же, я промотаю кусок, чтобы это было быстрее. Как видите, немножечко нужно границы DAPI подправить, чтобы сами все клетки не попадали сюда. Alexa 488 тоже немножечко возбуждается этой длиной волны. Сейчас у нас немножко широко стоят границы регистрации спектра. Давайте включим второй канал и посмотрим, как будет меняться картинка. Мы снимаем оба канала. Оба лазера у нас сейчас выключены. Как видите, ни на одном канале нет никакого изображения, потому что у нас нет возбуждающего света. Включаем 495, мы видим с вами 495. Включаем DAPI и посмотрите, на DAPI мы видим и то, и другое. В канале DAPI мы видим DAPI плюс немножечко 488. В канале 488. В канале 488. Видим мы ее. Это называется взаимное проникновение каналов. То есть, если у нас включены два возбуждающих света, то DAPI мы видим достаточно хорошо, а вот канал ALEXA у нас имеет взаимопроникновение DAPI. Там еще видны ядра. Как можем из этой ситуации выйти? Взять, включить последовательное сканирование каналов. И сканировать их не одновременно на два детектора, так как препарат фиксированный, никуда убегать не собирается, а последовательно. Вначале отсканировать DAPI, потом и сканировать ALEXA. И мы можем выбрать вариант сканирования между стеками. То есть, вначале мы полностью снимаем стек DAPI, потом микроскоп переконфигурируется сам для работы с 488 ALEXA, снимает второй стек, и уже в цифровом виде на компьютере их объединяет. Как вы видите, для первого сканирования мы отключили с вами 488 лазер, для второго мы отключили с вами ультрафиолетовый лазер, ну и, соответственно, детектор. В первом случае у нас будет только DAPI снимать, второй детектор отключен. В следующем сканировании обратная ситуация. Давайте еще раз все проверим. Верно. Можем включить еще детектор так называемого проходящего света. Вы помните, у нас есть неконфокальный детектор, который находится под препаратом. Ну, чтобы снимать уж три канала изображения, давайте добавим и его. Точно так же у него есть усиление и смещение. И вот, видите, мы видим теперь эту клетку, ну, правда, в основном только ядро от нее. На самом деле, мы можем включить здесь режим, например, дифференциона-дрифляционного контраста. И тогда уображение проходящего света будет уже иметь этот вариант контрастирования. И клетку, как видите, видно гораздо лучше. Если работаете живыми клетками, это очень удобно, потому что позволяет видеть ее внешнюю форму, ну и понять, насколько хорошо у вашей клетки нету ли фототоксичности, жива ли эта клетка. У нас клетки, конечно, фиксированные, но для примера будем теперь снимать три канала. Можем сохранить наши настройки, поканальные, для того, чтобы дальше, если работаем с следующим препаратом, не настраивать микроскоп, а просто загрузить эти настройки. Давайте их сохраним как практика 1. В дальнейшем они нам с вами могут понадобиться. Здесь сохраняются настройки каналов, детекторов, последовательного сканирования, то есть, открыв эти файлы с настройками, микроскоп у нас опять будет готов к работе в таком же практически режиме. Ну и давайте снимем теперь с вами этот стек изображений. У нас практически все настроено. У нас снимается вначале первый канал, DAPI. Как видите, первый канал сканировался. Сейчас будет сканироваться второй канал и добавлены к нему проходящий свет. Мы еще установили дифференцированный контраст для него. И вот что мы с вами получили. Теперь можем по Z пройти по нашему стеку при необходимости. Также можно включить максимальную проекцию. Можем объединить теперь это изображение с цветов, если нам будет необходимо. Такая картинка у нас получается. И каждый канал, соответственно, своим цветом показан. Давайте этот мы синий немножко подправим. Будем ставить за ноль, чтобы фон убрать. То же самое здесь, чтобы фон сравнять к нулю. Картинка, которую мы с вами получили, вот она. Так вот. Вот с добавлением сюда еще канала проходящего света. Давайте уберем с каналов. Оставим только канал DAPI. Попробуем на нем снять ядро одной клетки с максимально возможным разрешением. Ну и сделать одно большое увеличение. Доберем какое-то небольшое количество точек, чтобы сканировать быстро. Ну, использовать Zoom. Только это ядро, но с максимальным разрешением. Давайте это сделаем. Участок 512 на 512. Вот наше ядро. Как видите, разрешения здесь достаточные. Давайте попробуем поменять размер пинхолл диафрагмы. Это снято при единичке. Попробуем отметить, по какой мы хотим снимать. Дрое у нас меньше клетки, поэтому мы сдаем новые границы. Также можем посчитать толщину среза и тоже поставить ее так, чтобы не потерять разрешение. Теперь давайте с вами поменяем размер. Пока снимем еще раз картинку, но уже усреднением, чтобы изображение было красивое для одной сквери. Пока, пока не пеплога! Пока! 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 ! Теперь давайте поменяем это где-нибудь на, например, видно, что яркость сильно уменьшилась, шума стало гораздо больше, потому что мы фотонов теперь собираем меньше. Давайте попробуем подобрать параметры так, чтобы яркость была как на предыдущем изображении, чтобы мы могли их с вами сравнивать. Заметьте, насколько меньше света мы собираем, насколько более шумное изображение в равных условиях получается. Теперь, конечно, мы увидим количество, здесь, во-первых, можно скопление сделать, вместо усреднения, чтобы у нас складывались две картинки, чтобы она была более яркая. У нас получится уже похоже на то, что было. Снимаем. Опять же максимальную проекцию я сделал, чтобы увидеть картинку целиком. Если вы обратили внимание, при съемке у нас изображение, нельзя сказать, что сильно лучше разрешение получило, но у нас меньше стало фона по краям. То есть у нас на самом деле толщина среза очень сильно зависит от пинхола, а вот разрешение по xy уже не так сильно зависит. И давайте посмотрим. Сравним теперь два изображения, сделаем их примерно одинакового цвета. Вот наше изображение при одном пинхоле, равном одному диску и ри. Вот наше изображение половине диска и ри. То есть оно, несмотря на все наши ухищрения, более шумное. Но, тем не менее, если бы мы снимали не реальный объект биологический, а, например, полистироловые шарики с флорохромами. Есть специальные шарики, у которых разные флорохромы находятся внутри и на поверхности шарика. То посмотреть, что могли бы с вами получить при такой съемке. Этот шарик внутри покрашен красным флорохромом, снаружи покрашен зеленым флорохромом. И нижняя картинка – это условия съемки, равные одному диску и ри. Действительно, зеленый свет, яркость его в центре проваливается. Но посмотрите, вот это красное наполнение шарика, оно очень близко следует за зеленым по графику. Мы, в принципе, отдельно зеленого практически не видим. Мы видим такой желтый контур у него. Теперь закрываем до четверти диска и ри. Снимаем эту картинку. Понятно, что она становится значительно более шумной, и поэтому нам нужно делать больше накопления. Но точно так же, вот по этой смеченной желтым прямоугольничком границе, строим с вами график яркости. Обратите внимание, теперь зеленый край этого шарика и красное наполнение видны уже очень хорошо. Эти данные мы получим на следующем занятии, когда будем говорить о резонансном сканере в микроскопе. Также мы с вами можем сканировать не только по XYZ, но и, например, мы можем сканировать с изменением спектра, который мы будем регистрировать. С изменением спектра, соответственно, регистрации нашего флуорохрома. Ну, примерно, если бы у нас был перенастраиваемый, блокирующий светой фильтр. Так как на этом микроскопе это определяется шторками, мы теперь можем микроскопу сказать, чтобы он снимал наше изображение, каждый раз сдвигая шторки для указанного нами детектора на определенное количество нанометров. И таким образом наш микроскоп превращается в конфокальный микроспектрофлуориметр. Конечно, длинный волн возбуждения у нас здесь фиксированы нашими лазерами, но, если мы перейдем на микроскоп с белым лазером, то мы можем тогда получить полностью сканирующий микроспектрофлуориметр. И мы можем теперь, для интереса, попробовать собрать спектры наших препаратов при разных возбуждающих длинных волн. То есть получить не просто картинку, а получить сейчас набор изображений при разных длинных волн. То есть, по сути дела, для каждой точки. Можем потом построить кривую, которая будет отражать, на каких длинных волн излучения максимально, на каких минимально. При настройке микроскопа мы теперь должны пройтись этим окошечком в заданное количество нанометров через весь диапазон. Убедиться, что у нас нигде не теряются данные, нет слишком большой яркости, условно говоря, пересвета. Мы нигде не потеряем эти данные, они не будут больше максимального значения. Мы можем также для скорости уменьшить количество посреднений, так как нам, в принципе, не так сильно помешает. Мы будем брать средние данные с какого-то достаточно большого кусочка нашего изображения. И проверив теперь, что у нас входящих из границ, пересвета и недосвета, с минимальным мнением, чтобы оно у нас не сильно нам мешало по скорости. На самом деле, так как нас не интересует сейчас разрешение, мы можем даже, чтобы было больше света, например, открыть пин-холл, снимать, например, на двух дисках и РИ. И теперь, видите, микроскоп шагает скорками так, чтобы снимать каждый раз небольшой кусочек всего спектра. И мы видим, что дайпи действительно становится ярче, ближе к его максимуму. Еще ярче. А вот той нижней части, где у нас был кусочек клетки виден, здесь не видно. То есть, случается второй флорохром. Как мы теперь знаем, 405 лазером, в принципе, немножечко и 488-ая лекса также возбуждается. Видите, когда мы сдвигаемся ближе к зеленой части спектра, смотрите, у нас начинает, кроме нашего ядра, которое теперь яркое, проявляться вот эти вот части клетки, которые окрашены, в том числе, и другим красителем. То есть, в принципе, сняв такой спектр, мы можем теперь грамотно, ориентируясь на изображение, добрать границы регистрации нашего флорохрома. Пропустим сканирование. Там время не терять. Видите, дайпи светится достаточно далеко, у нас до красного есть немножечко света. Потом получили все эти данные для всего спектра с обстановленным шагом. Что мы теперь можем сделать? Теперь можем попробовать нарисовать графики, отложив по одной из осей интенсивность, по другой длину волны для интересующих нас участков или точек препарата. Давайте мы это с вами сделаем. Выберем график, выберем часть, которая нас интересует. И вот как выглядит график спускания длины волны для ядра. Вот мы выделили с вами таким делением ядро. Теперь давайте выделим вот этот вот дендритик. Посмотрим, как там меняется яркость. И как видите, пик здесь немножечко другой, ближе к зеленой части спектра. В принципе, мы теперь видим, что мы можем взять определенный кусочек спектра, где будет очень мало нежелательной нам флуоресценции от 488-ой алексы и фоновой автофлуоресценции. Но достаточно хорошо будет в тендапе. Мы можем теперь эти границы себе где-то записать. И в дальнейшем при настройке микроскопа использовать уже именно эти границы. Давайте посмотрим теперь на фон. Видите, у фона немножко похожее тоже. Похожий немножко график получается. Где-то, наверное, отсюда у нас будет наибольшее количество сигнала, нас интересующего от дапе, с наименьшим частью уже фонового окрашения. Давайте снимем теперь то же самое. Для другого лазера возьмем для возбуждения, скажем, пускай будет 488-ой, он достаточно яркий. И как раз алексы 488-ая, в принципе, должна быть видна. Естественно, поставим границы теперь, чтобы они начинались от этого лазера в красную сторону. И всегда при регистрации нам надо отступать от линии лазера от 5 до 10 нанометров, потому что на краях шторки будет происходить дифракция, и, в общем-то, мы тогда можем, если близко к лазеру подойдем, видеть отраженный от препарата свет. Флюоресцент, что мне очень интересно. Поэтому каждый раз при регистрации, особенно это касается гибридных детекторов, в красную часть, более длинноволновую, на 5-10 нанометров нужно сделать шторку. Давайте настроим здесь, чтобы можно было теперь регистрировать на этот фотоумножитель наш. Можем подобрать либо при помощи детектора его усиления, либо при помощи лазера, вот посмотрите, а видите, подошел слишком близко, и вот этот вот круг, дело ньютоновское кольцо вокруг клеток, который мы видим, это как раз отражение препарата. Ну, а дальше уже пошла флюоресценция 1. Давайте ее снимем, промотаем. И посмотрим, что у нас получилось. Точно так же мы, в принципе, можем досканировать, сделать для другого лазера. Теперь мы поставили то же самое для 543, если не ошибаюсь. Ну, и сейчас попробуем снять еще для 633, на котором у нас точно никакого флуорохрома нет, и, в принципе, сигнал интересующего у нас быть не должно. Сняли для всех, и можем теперь для каждого из них посмотреть спектр. Вот спектр, который мы рассмотрели для DAPI. Мы можем его выбрать, записать себе расстояние, которое нас устраивает, регистрировать. Точно так же можем теперь взять файл, где мы смотрели спектр испускания при облучении 488 лазером, и посмотреть, нет ли там у нас какой-то ненужной флюоресценции вне клетки или в других ее местах. Вот эти зоны интереса будут сохраняться, и графики будут строиться по ним же. Мы отметили с вами ядро, мы отметили с вами отростки клетки, мы отметили пустой фон. И вот, пожалуйста, спектр испускания для двух и трех областей. Как видите, фон там резко падает сразу же, а во всех этих трех областях клетки у нас есть сигнал. Зачательно. Значит, вот наша часть, которую мы можем регистрировать. Насколько нам нужно отступить, чтобы регистрировать максимальную именно яркость. Ну и 568-ая, кстати, очень слабенькая, пик еле-еле виден. Но, тем не менее, видно, что не во всех частях клетки она есть. И чтобы ее зарегистрировать, мы тоже можем теперь выбрать уже осознанно те длинные волн, которые нам подходят. Ну и я думаю, что это такое часть. В 633-м ничего нет, но мы видим, что ни на одной из этих областей интереса никакой разницы нет. Теперь мы можем с вами настроить наш микроскоп для многоканальной съемки. Мы хотим с вами настроить теперь DAPI. Мы хотим настроить 488-ую ALEKS, 568-ую ALEKS, ну и, наверное, проходящий свет, чтобы у нас тоже был. Используя данные, которые мы получили при лямбда-сканировании. Давайте это сделаем. Перейдем в сканирование XYZ. Можем взять уже имеющиеся у нас настройки. Помните, мы настраивали для двух каналов, для DAPI 488-ой. Загрузить их. Поправить в них области регистрации. И добавить сюда еще третий канал. Это мы теперь для DAPI уже берем с графика, который у нас подходит. То же самое можем теперь сделать для еще одного канала. В принципе, можно попробовать их даже одновременно снять и увидеть, что DAPI будет очень сильно мешать каналу 488-ой ALEKS. И вот для 568-ой ALEKS можем тоже теперь задать границы. Так как 488-ая, 568-ая ALEKS у нас сигналы для данной окраски данного препарата достаточно слабые. Я взял здесь гибридные детекторы, у которых маленький темновой шум и у которых очень хорошая чувствительность. Но вы помните, что нам нужно пройти теперь стэк и убедиться, что там нету ярких точек, чтобы эти детекторы во время сканирования не отключились. Давайте посмотрим вначале канал для DAPI с вами. И с него будем создавать уже остальные каналы. Потому что на нем мы в принципе все уже настроили. И с него будем создавать уже остальные каналы. Как видите, одновременно мы снимать флуорохром мы не можем, потому что есть достаточно значительное перекрытие каналов. И вот посмотрите, для DAPI, видите, у нас кусок регистрации сейчас попадает на 488-ой канал. Ну и соответственно ничего хорошего мы не видим, кроме отраженного света от препарата. Поэтому нам придется отодвинуть границу длинноволновую от этого лазера, чтобы она нам не мешала. И вот мы теперь видим с вами нашу картинку. Слишком большая яркость. Попробуем начать лазер уменьшить. Ну а потом, если что, будем уменьшать усиление сектора. Настроим сканирование в две стороны, чтобы это было быстрее. Теперь подстроим фазу, чтобы у нас строчки совпадали, четные и нечетные, чтобы не было выгребенки из них. Выберем подходящее разрешение сканирования. Чтобы не потерять оптическое разрешение. Делаем один кадр. Более того, мы можем еще с вами поворачивать плоскость сканирования. Помните, у этого прибора есть там система из трех зеркал для поворота. И вот сейчас этот параметр rotation мы можем менять. Особенно это удобно, если работает со срезами ткани. Например, с какими-то срезами, где вам важна именно ориентация волокон. К примеру, в нейробиологии. Возможность поворота плоскости сканирования бывает удобна. Я поверну так, чтобы максимальное количество клеток у нас в нашу плоскость сканирования попало. Я их попробую так по диагонали расположить. Точно так же пройдем теперь Z. Проверим, если у нас нормально. Звоночник, может, подправим границы. Как и другие клетки. Те, которые мы снимали в прошлый раз. Сдадим объем сканирования. Давайте отодвинем немножечко спектр, который мы будем регистрировать с нашего флуорохрома, с DAPI в более коротковолновую часть спектра в синюю. Настроим теперь точно так же. Проверим канал 488-й Alexa. Как видите, здесь с яркостью все прекрасно. Больше нам ничего добавлять не нужно. Канал яркий. Точек сверхярких тоже нет, если по Z пройтись. Все нормально. Добавляем это в качестве второго канала, чтобы сканировать их последовательно, а не одновременно. Добавляем здесь же проходящий свет. Включить еще уображение проходящего света. Тоже его можно настроить. Делаем, чтобы это был дифференциационный контраст. В первом сканировании оставим только DAPI. Во втором сканировании у нас 488-я Alexa. И нам осталось настроить теперь еще только третий канал, где у нас будет 568-й Alexa. Как видите, два канала уже прекрасно совмещаются. С ними можно работать. Делаем одну картинку из двух каналов, где у нас будет и DAPI 488-я Alexa. Как видите, использовать еще один лазер мы не можем, потому что, опять же, у нас он наезжает на границу регистрации нашего флорохрома предыдущего. Нам придется снимать 568-ю Alexa в отдельном наборе. Давайте сейчас мы это сделаем. Добавим еще один канал. Канал мы оставим по 488-ю Alexa отдельно. И можем вернуть границы регистрации, как и были. Для 568-й Alexa в отдельном канале оставим только ее лазер и только детектор, который мы ее будем с вами снимать. И теперь можем, в принципе, начать сканирование. Дадим цвета, дадим толщину среза. И получим стэк, где у нас будет DAPI, где у нас будет 488-я, 488-я и проходящий свет. Два канала вместе снимаются. Сейчас третий канал сюда тоже добавится. Дадим. Так как мы сейчас снимаем каналы последовательно, то предыдущие каналы компьютер просто дорисовывает из памяти. Последний. Ну, 568-я Alexa. Дадим. И вот что мы с вами получили. Три канала. Каждый независимо хорошо зарегистрирован. Ну, и если еще включим канал проходящего света, то увидим вот такую вот картинку. Можем немножко подобрать теперь параметры, так, чтобы у нас фона не было. Помните, у нас темновой ток есть. Мы не можем его регулировать на гибридных детекторах. Ну, можно чуть-чуть отправить, опять же, за ноль взять большое значение. Ну, и можем сделать еще максимальную проекцию. Если максимальная проекция, то тоже настроим картинку, чтобы она была красивой. Ну, и вот что мы с вами получили. Сейчас все отдельные срезы наложены друг на друга, и мы видим картинку, как будто она была снята с максимальной глубиной фокуса. Ну, и, конечно, иногда возникает проблема в том, что поле зрения, которое можем получить, нам недостаточно. У нас большой достаточный препарат, нас интересует большая поверхность препарата, но при объективе с достаточной для нас числовой апертурой поле зрения маленькое. И тогда возникает возможность снимать несколько таких полей зрения и то, что называется, их сшивать, то есть картинки объединять. Сейчас мы настроим наш микроскоп еще раз для съемки в тех же самых трех каналах точку другого участка препарата. Так как при запуске микроскопа мы позволили ему откалибровать столик, то мы сможем перейти в режим панорамы, где будет возможность задать, какой участок нашего препарата отснять с небольшим перекрытием полей зрения, чтобы в дальнейшем их можно было склеить вместе. Для уменьшения времени, чтобы на практику у нас времени хватило, я буду снимать только две плоскости по Z. Конечно же, можно снимать так в объеме гораздо больше. Перейдем на вкладочку панорамы. Здесь мы можем отметить угол наших многих полей зрения, которые мы хотим снимать. То есть мы снимаем всегда прямоугольную поверхность. И вот мы ответили с вами верхний правый угол. Сейчас пойдем найдем нижний левый угол на нашем препарате, который нас еще интересует в живом режиме. И попросим машину, чтобы она нам посчитала, сколько полей зрения нужно снять, чтобы полностью между задными координатами они вложились. Давайте отметим последнюю точку. И видите, здесь нарисовалась такая сеточка, где показаны как раз поля зрения, которые будут сняты. Их достаточно много. И мы можем выбрать, либо чтобы снималось быстро, но не очень качественно, либо чтобы снималось медленно, но достаточно качественно. Потом мы могли сшить в хорошую панораму. Давайте сейчас сделаем качественно. И включим включение этих панорам. Как видите, после того, как будет сейчас отснято первое поле зрения, столик у нас передвинется на соседнюю позицию. Вот видите, сейчас она красным показана. Дальше, дальше, дальше. И вот так вот поле за полем зрения, она снимает вот такую громадную картинку. Давайте посмотрим. Это на проходящем свете с неровностями освещения. Это флюисцентный режим. В принципе, то, что мы можем с вами видеть, это уже достаточно большое, больше миллиметра поле. Сшитое. Здесь, видите, уже несколько таких групп клеток есть. То есть, таким образом, можно снимать протяженные препараты в конфокальном режиме. Вот эта же картинка открыта уже на другом компьютере. Как видите, она достаточно большая. И мы сняли всю вот эту поверхность препарат. Давайте ее сохраним на всякий случай, чтобы не потерять. Видим из режима панорамы. Еще один режим, который нас может интересовать, это возможность съемки объема не по x, y, z, а по x, z, y, например. Если процессы, которые вас интересуют, проходят именно в глубине препарата. Мы отсканировали по x, y, z, выбрали плоскость, которую собираемся сканировать. И теперь посмотрите. Мы на наш препарат смотрим как бы сбоку, а не сверху. Так как у нас есть вот этот вот специальный столик, вставочка гальваническая, гальвана z, она позволяет препарат очень быстро двигать вверх и вниз. И за счет этого можем сканировать наш препарат не только по x, y быстро, но и по z. Давайте посмотрим. Здесь можно тоже настроить, как видите, теперь уже движение, скажем, по x, если необходимо, потому что мы с вами z, y сканируем первыми, зададим тоже какой-то объем. Смотрим, получилось. И можем поставить, опять же, шаг. Здесь, конечно, нам придется сделать слишком много срезов, но с такого времени нет, поэтому я их сделаю меньше, чем необходимо для сохранения разрешения микроскопа. Оставлю только один канал DAPI, чтобы у нас это было быстрее, остальные каналы сейчас удалим. И поставим стомку стека. Как видите, мы проходим наш препарат как бы сбоку. Особенно бывает интересно при работе с некоторыми живыми клетками, когда нас интересует взаимодействие, например, монослоя клеток со слоем клеток, который вырос на них. Тогда это вариант быстрого просмотра. Опять же, можем это посмотреть теперь в трехмерной плоскости, если хотим. Здесь есть возможность сделать проекцию трехмерную прямо в программе. Смотреть на них сверху, в боку, по другому месту. Естественно, разрешение по Z, как мы понимаем, в конфокальном микроскопе всегда хуже, чем разрешение по XY, поэтому если есть возможность сориентировать ваш препарат так, чтобы наиболее интересные для вас места объекта были в XY, это, конечно, нужно использовать. Этот же стэк можно открыть в другой программе, например, в Fidji. И вот, пожалуйста, мы можем теперь наш этот стэк пройти и посмотреть на него как будто бы сверху, нижняя картинка, это как раз она, сбоку, как угодно дальше этот стэк переформатировать. Точно так же мы можем, если захотим, посмотреть теперь эти ядра, которые мы с вами увидели, вот в таком трехмерном варианте, где проекция, это уже делать можно на своем компьютере, не обязательно для этого использовать компьютер конфокального микроскопа. Отдельно про это в курсе лекции по морфометрии, ну а теперь нам нужно наш микроскоп выключить. Первое, что нужно сделать, это выключить лазера. И помните, лазер аргоновый у нас не может быть сразу выключен, ему нужно время остыть, поэтому прежде чем выходить с программы, мы ставим его на ноль, снимаем галочку, выключаем, теперь можем выйти из программы, контролирующий наш микроскоп. После этого мы должны не забыть выключить лампу, сцентную. Вынуть наш препарат и снять иммерсию. Для начала нужно отвести, конечно же, вниз объективы, чтобы их никоим образом не задеть. Лучка, которая поднимает, это пропускает. Соответственно, спускаем объективы вниз, вынуть теперь препарат. И нам нужно снять иммерсию с наших объективов. Мы работали на сотом и на сороковом объективе, поэтому берем Kim Vibes, ткань, которая не царапает оптику, не оставляет на ней пятен. Кладем так, чтобы иммерсия с нашего объектива снялась и капаем сверху на эту ткань немножечко этанола. Просто протягиваем ткань, пока она не окажется сухой. Тереть переднюю линзу дальше нельзя, только вот в этот момент. Мы с вами сняли иммерсию с объектива. Теперь можем протереть вокруг линзы, линзы уже не имеем права трогать, металлическую поверхность, где могла остаться иммерсия. Переключаемся на объектив роковой, который нам тоже нужно протереть. Точно так же кладем теперь ткань. Ткань. Эти капелька иммерсии тут же сразу же видна. На нее капаем прямо спирт и протягиваем вот так же ткань. Также можем протереть металлические части, но уже неправда отрагиваться до линзы. Можно посмотреть другие объективы, вдруг кто-то из предыдущих пользователей забыл снять иммерсию. накрываем наш микроскоп чехлом, чтобы в него не попадало. Отключаем компьютер. И после этого мы можем отключить первые две кнопки. Это микроскоп и сканер. Сканер выключили, микроскоп выключил. Лазер пока выключать не имеем права, пока они не остынут. Вот эту кнопку не трогаем. Понять, остыли лазеры или нет, можно по вот этому вытяжному вентилятору, который стоит под столом. Как только он перестает деть и из него не идет воздух, вы можете включать задание охлаждения лазеров. Вот он где-то минут через 15 перестанет это делать. Теперь мы уже иметь право выключить лазер. На этом наша работа с микроскопом завершена. Итак, первая часть нашего практического занятия, посвященного конфокальной микроскопии, завершена. Следующая часть является опциональной. Мы в ней поговорим о резонансном сканере, о белом лазере и сканировании лямбда-квадрат. На этом спасибо за внимание. До свидания. До следующей лекции. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...